всем привет сегодня у нас будет видео посвящено сборке правильной сборке спутниковой антенны на примере антенны триколор на самом деле завод который производит эту антенну завод алмет он производит практически все антенны которые используются у нас здесь другими операторами в том числе мтс мтв плюс по телекарте не могу сказать не обращал внимание кто там производитель но собирать мы будем на примере диаметра 055 метра точно также собирается антенна диаметром 06 метра там разница буквально только в одной скобке которая поддерживает эту антенну первое на что всегда нужно обращать внимание это комплектация то есть вы приобретаете антенну например у дилера либо покупаете в магазине что у вас должно быть в комплекте у вас идет вот дуба направления для конвертера у вас растенный кронштейн состоящий двух частей зависимость от комплектации идет конвертер либо круговой как нам нужен для триколора либо линейный если это мтс либо телекарта у нас должен быть обязательно монтажный набор если есть возможность вскрыть этот монтажный набор и посмотреть тоже обязательно вскрывайте проверяйте были случаи когда завода изготовителя не докладывали определенные запчасти для сборки здесь достаточно даже одной небольшой детали не доложены быть и к сожалению он цену просто не соберете либо соберете но неправильно также здесь у нас есть инструкция по сборке данной антенны комплект монтажного работа набора этого дуга который отвечает за положение вертикальной антенны этот вторая составляющая по которой будет носу так антенна ходить потом вот эта конструкция прикрепляется к самому полотну два держателя которые будут поставлены держать был наш конвертер скобка которая будет держать антенну на кронштейне и обратная ответная на которую прикрутиться будет затягиваться антенна и монтажный набор деталей которые нужно для того чтобы все это дело скрутить ну естественно само полотно сначала обычно я советую начинать с этого момента это сборка непосредственно того механизма который будет регулировать нашу антенну для точной настройки берем вот это вот прямую скобу соединяем вот эти две детали продеваем немножко продеваем скобу прямо вот чтобы у нас буквально вот столичка торчали два вот этих элемента где мы будем затем потом берем вот эти трубки вставляем трубку одну вставляем трубку другую и до конца просто продергиваем чтобы они у нас вот так вот легли вот так вот легли и зашли вот в эти вот пазы потом обратите внимание у вас здесь два отверстия я задействовал первое второе это зависит уровень наклона антенны то есть наша антенна будет практически стоять прямо поэтому я не стал задействовать второе отверстие взял по первому если вам не хватает угла то вы вставляете в соседнее отверстие угол меняется теперь нам нужны две гайки на 13 также забыл сказать что для монтажа данной антенны для сборки точнее для монтажа может понадобиться что-то и посерьезней инструмента здесь нам достаточно использовать ключ на 10 ключ на 13 ну и крестовую отвертку присоединиться к этому полотну затянуть так продолжим вот у нас вот такая конструкция получилась эти две штуки ходят протягивать сильно пока не нужно буквально достаточно от руки но если от руки не идет то уже берете ключ на 13 теперь берем нашу скобку продергиваем ее вставляем обратную вот примерно как-то так получилось оставляете диаметр примерно соответствующий трубки вот этого кронштейна так же у нас два болтика на 13 две гаечки на 13 еще один момент который отличает данную сборку от тарелки например МТС или НТВ плюс диаметром 0,6 метра это скобки будет две если у вас будет две скобки старайтесь сделать так чтобы две скобки находились вверху кронштейна в таком положении а не в обратном чтобы она хорошо протянулась здесь у вас вниз и так будет упор иначе со временем бывает что разбалтывает если естественно скобки используются две для антенны диаметром 0,6 метра значит их нужно использовать две не нужно экономить ставить одну скобку сейчас качество металла ухудшается эти скобки бывает выгибает и у вас просто антенна начинает ходить и хороший ветер ее сдвинет здесь достаточно миллиметра сдвига и сигнал уже будет хуже эта часть у нас готова теперь переходим к нашей дуге которая держит конвертер в комплекте есть две таких вот пластиковые заглушки они вставляются в обе стороны для того чтобы вода вовнутрь не попадала раз сторона два сторона потом можно эту дугу закрепить непосредственно к механизму который у нас будет регулировать эту антенну здесь есть отверстия они совпадают по пазам вот как же так вот надо показать вам потом мы берем гаечки и болтики то есть смотрите в комплекте есть чуть длиннее чуть короче те которые чуть короче обычно лучше вкрутить сюда и обязательный момент первое что путаются люди они начинают вкручивать с обратной стороны у них вот сюда выпирает болт и начинает раз в зеркало тем самым его немного деформируя делать нужно наоборот у вас должны встать сюда в эту сторону а выбирать должны в обратную здесь они ничему не мешают и легко затягиваются в инструкции написано будет что протягивать нужно не сильно на как правильно сказать на вес руки на самом деле протягивать нужно хорошо антенна находится на улице соответственно ветра ее могут разбалтывать и если дуга конвертора держателя будет ходить она будет смещаться с оси тем самым у вас начнется плохой сигнал то получается любая гайка которая здесь есть она имеет обратную как бы такую как сказать как шайба гровера чтобы можно было затягивать например с этой стороны одним ключом и гаечка там ходить не будет тем самым это удобно удобно сделано что такие гайки ложат но я начал наблюдать что некоторые антенны уже начали ложить обычные гайки и приходится с обеих сторон и держать ключом на 10 тем самым придется использовать два ключа теперь наш конвертер есть у нас комплекте вот такая штучка мы берем конвертер ложим в камень в эту сторону если это линейная головка то она вот так вот регулируется а если это круговая как у нашей стыка лором просто разъем чтобы ушел вниз тут не попадала вода влага и у нас здесь видите два отверстия здесь используем одно для чего сделано второе для удобства замены этой головки например установили антенну с фасада дома и у вас со временем вышла из строя головка вы если вы закрепите на один болт и начнете его выкручивать у вас в процессе выкручивания скобка вылетит головка улетит ну и начать скобка вылетит вместе с болтом а здесь удобно тем что вы берете сначала один болт фиксируете само крепление чтобы оно никуда не делось а потом уже непосредственно не затягиваете естественно затягивается потом просто одеваете до момента где у нас есть отверстие ну примерно вот вот так это выглядит берете уже второй болт здесь лишних болтов нет все это дело затягиваете ключиком вот такой у нас получился элемент антенны теперь нам нужно прикрутить его к нашему полотну берем полотно берем эту конструкцию попадаем по отверстиям здесь будет проблематично показать проблематично вывести это на камеру сейчас примерно есть главное попасть в первых два отверстия потом уже вы спокойненько будете по болтикам попадать конечно когда я это делаю монтаже это все происходит легче здесь под камеру тяжелее передать примерно на один попали и по диаметру нам надо попасть на второй а остальные два уже пойдут легче потому что антенна уже никогда не денется вставляем их тоже хорошо протягиваем жиркой если прокручивает добавляем с обратной стороны ключик на 10 если затягивается то ничего не нужно потому что полотно также должно стоять крепко я просто придерживаю рукой до определенного момента если прокручивания нет затягивается значит все собралось отлично сборка антенны у нас завершена теперь нас интересует кронштейн вот он у нас кронштейн в комплекте остались у нас как раз нужные для него запчасти начнем с кронштейном частенько сталкиваюсь собирают неправильно кто-то крепит его по интересной конструкции как-то вот так вот я встречал собирают не знаю зачем усиление никакого нет кронштейн собирается сюда правильно только вот так вот он должен быть у нас вот такой вставляем сюда нашу болт и нашу гаечку здесь понадобится ключ на 13 иногда болт сложный и может прокручивать потому что вот эта поверхность не ровная пока его не затянешь хорошо и нужно будет использовать ну либо второй ключ или вот такие же но здесь все пошло хорошо вот видите я кручу а гайка стоит на месте здесь также хорошо протягиваем он не должен у нас крутиться шевелиться он должен быть крепко собран кронштейн это одна из важных частей для стабильной работы антенны что если будет водить кронштейн то и будет водить антенну соответственно вот так получилось заглушка ставится для того чтобы не попадала вода и еще заметил некоторых моментах например когда сильно тянешь антенну повторюсь металл стали экономить диодюже и начинает плющить от давления а вот пластиковая заглушка не дает сильно расплющиться тем самым антенна ходит по кронштейну затягивается хорошо вот сборка у нас завершена что касается монтажных всех дел кронштейн по своей специфике где устанавливаете там на фасад еще куда-то крепить может всегда разно сталкивались с всевозможными вариантами крепления этого кронштейна то есть вот его стандартное крепление пойдет к антенне в большинстве случаев стараемся крепить но бывает где-то идет упор вверх и приходится делать наоборот кронштейн бывали случаи когда надо было закрепить накаток крыши и антенну крепили по катку она пошла и устойчивый кронштейн положение без проблем если здесь все прикручивается если здесь все прикручивается крепко на глухари по ту же 13 например биту либо там по саморезы по дереву и хороший материал конштейн крепко стоит никуда не денется второй момент это сам само здание то есть в деревнях болотистая местность бывает вводит саму конструкцию соответственно не получается ну вы установили антенну у вас все хорошо летом зимой сдыгло землю по его дом по его вместе с антенной антенна сместилась здесь у каждого случаи идут индивидуальные как правило стараемся отходить от самого конструкции дома какие-то ставить на столбы либо еще на что-то что меньше вводит но все равно есть клиенты которые ты просто два раза в год выезжаешь поправляешь антенну потому что ну никак по-другому не получается а так вот собственно сборка антенны завершена далее у нас конштейн крепится к фасаду антенна вешается начинает начинается регулировка с удовольствием бы записал такой ролик прямо чтобы было полностью но к сожалению пока нет технической возможности продемонстрировать как дальше ловить сигнал но как правило правильная сборка антенны это уже неплохой шанс поймать самостоятельно сигнал с помощью приемника который в комплекте потому что случае неправильного монтажа просто вы не выловите никакого сигнала были случаи когда люди просто не понимая эту головку разворачивают делают кабель в эту сторону и пытаются что-то поймать естественно мы понимаем что не поймается сигнал ну а так вот собственно все надеюсь видео было полезным как обычно какие-то вопросы пишите в комментариях всем доброго дня и до сих пор